Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу сегодня показать вам небольшое, короткое видео с видеорецептом, как вкусно и быстро приготовить сазана. Берем примерно килограммовую тушку сазана, репчатый лук, одну головку, приправу для рыбы, соль и сметану. Высыпаем сметану, приправу, приправу добавляем по вкусу, кому как нравится, кому нравится поострее, добавляете побольше, кому нравится просто, чтобы был вкус приправы, добавляете поменьше. Соли примерно, чайную ложечку. Все это хорошенько перемешиваем и пусть немножко постоит. Можно также добавить и смесь перцев. Тоже немного, чтобы был приятный такой душистый запах. Хорошенько перемешиваем и даем нашему соусу немножко настояться. А пока подготовим рыбу. Берем острый нож и делаем такие надрезы по рыбе, чтобы наш соус лучше пропитал рыбу и она была вкуснее. Делаем такие надрезы. И фаршируем рыбку лучком. Лук, опять же, можно добавлять по вкусу, кому как больше нравится. Подложим под рыбку, чтобы она не пригорела к нашей фольге. Соус настоялся. Теперь его в хаотичном порядке выкладываем на рыбу. Я использовал пачку сметаны 200 грамм. Сметану брал 15%. И теперь берем руками и размазываем сметану по нашей рыбе. Наши надрезы хорошенько ее наносим. Аккуратно могут быть кости и вы можете поранить пальцы. Теперь для красоты выкладываем сверху лучок. Также по луку смотрим, как рыба себя ведет в духовке, подгорает или нет. И для антуражу, для вкуса немножко добавим лимончика. Чисто покатываем. Лимон очень хорошо убирает этот запах рыбы, если присутствует запах тины, карасей, карпов, сазанов. Очень хорошо добавлять лимон. Теперь немножко запечатываем рыбу фольгой, но полностью не закрываем, чтобы она не варилась, а именно запекалась в духовке. И ставим теперь в духовку на температуру 180 градусов на 40 минут. Прошло 45 минут и получился вот такой вот вкусный, аппетитный, сочный сазан. Как видите, хорошо все запеклось. Наши надрезы раскрылись и маринад, соус наш полностью хорошо пропитал сазана. Ну, а теперь я, друзья, буду его пробовать, кушать, а вам рекомендую приготовить по моему рецепту и потом написать отзыв, понравилось вам или нет. Но я уверен на 99%, что любители рыбы оценят данный рецепт по достоинству. Всех благ вам и вашим близким, друзья.